Друзья, привет! Сегодня четверг, 26 декабря, и сегодня мы представляем вашему вниманию последнюю передачу в уходящем 2019 году. Обсудим мы сегодня высшие и первые дивизионы, так как итоговая передача по вторым дивизионам уже у нас была. И эту передачу для вас приведу я, Михаил Першин. И я, Антон Погодин. Здравствуйте. Антон, ну сразу пойдем по старшинству. Высший дивизион. Программа тура высшего дивизиона была очень сильно сокращена. Всего лишь три матча у нас было. Давай сейчас быстренько посмотрим турнирную таблицу. Как команда уходит на перерыв. Метеор уходит лидером. В 18 игр 43 очка. Три звездочки на 2 балла меньше имеют. Столица Артель на промежуточном третьем месте. 18 баллов 38 очков. Заряд на четвертом месте. 18 баллов 35 очков. И любители. Замыкать первую пятерку. 18 игр. 32 очка у них. Дальше идет группа так называемых середняков. Это Пищевик ее возглавляет. Команда на шестом месте. И 26 баллов. Меркурий на седьмом месте. Также 26 очков. Но на игру меньше у них. Ника. 18 игр и 25 очков. Удар, который фантастически провел вот эту вот осеннюю зимнюю часть после трансферного окна. Обсудим мы удар поподробнее. Так как он играл в прошедшие выходные. 19 игр и 24 очка. Аминива со всеми звездами. Чуть-чуть подтянулась. И идет на десятом месте после 18 матчей. 21 очков у команды. А вот дальше уже с 11 по 16 место. Мне кажется, это команда, которая будет решать вопрос остаться в когорке сильнейших на следующий сезон. И возглавляет пока что этот список Керосинка на 11 месте. 20 очков у них после 19 игр. Бутова 19 очков после 19 матчей. Шальные 18 игр. 18 очков. Реальчики 18 игр. 17 очков. Зюзина 18 матчей. 17 баллов. И Техносила в конце нашей терьерной таблицы. 16 игр и 15 очков. Давай в целом с тобой обсудим таблицу. Начнем с лидирующей группы. Как думаешь, то, что Метеор выходит лидером промежуточным на каникулы справедливо? Справедливо абсолютно. И ты знаешь, по уровню той игры, которую показывает Метеор, мне кажется, если близко кто-то и подходит, то по результатам эти команды пока не могут составить конкуренцию. Это если вкратце. Если смотреть в целом на первую тройку, если составит конкуренцию, то заряд. Любители все-таки при хорошем старте сейчас заваливают промежуточный итог, так называемый, как и, допустим, та же самая Ника ВРК. Очень удивительно. Команда в том году билась до последнего за серебро. И даже имела шанс на чемпионство. Тут после, скажем так, первого этапа, так называемого, предвесеннего, Ника все-таки занимает не то место, которое изначально и сама планировала, и как мы рассчитывали. А если говорить о так называемом, ну, назовем так, подвалом, то очень-очень-очень прискорбно выглядит Зюзина. Зюзина выглядит прискорбно, как по составу перестал ездить. Их лучший нападающий Микаэлян. И в целом, если команда и набирает состав, то это осуществляется за счет ветеранов, таких как Царенко, Черниченко, Гришин. То есть, и эти все люди, ну, мы с тобой еще рассмотрим попозже, чуть-чуть матча, да, но эти все люди вышли в основном в составе в последнем туре перед долгожданной зимней паузой. Поэтому, а в середине очень интересно будет понаблюдать по весне Аминьева, естественно. Потому что с появлением игроков, ну, не стыдно сказать, топ-класс. Команда выглядит, на самом деле, очень-очень уверенно. Плюс, добрали они защитников необходимых. То есть, прибавили в качестве, и на данный момент, если бы сейчас состоялась там игра у кого-то из лидирующей тройки с Аминьева, очень трудно было прогнозировать какой-либо результат. И, наверное, даже в некоторых случаях Аминьева выглядела бы фаворитом в этой паре. Ну, вот у нас в туре должна была быть игра Заряда Аминьева. Я, честно говоря, очень ждал ее, но перенесли по обоюдному согласию сторон матч между этими командами. Так, конечно, мне кажется, игра была бы фантастическая. Учитывая, что у Заряда Островский вернулся сейчас, он в Москве, учитывая то, что регулярно ездит Алхазов, плюс есть еще футболисты, это и, понятно же, Голланов, и вообще, как бы, в целом команда Шумейко, в целом команда вообще смотрится очень играющей. Мы не говорим о Аминьев футболистах из КПРФ тоже, там, Мерлушкин, ну, и Аминьева, которая сейчас набрала ход, да, укрепилась известными мастерами, там, и, может быть, кто-то не заметил, Сергей Горелов появился, защитник тоже с опыта выступления в Российской Премьер-лиге за ЦСКА, за Торпедо, плюс за Атлантисом, обладатель Лиги Чемпионов, Аминьев, адаптированный под ЛФЛ-футболист, и Аминьева, конечно, здорово преображается, такая команда, ну, сильная будет, если будут, конечно же, в весенней части чемпионата продолжать ездить, вот эти вот люди. Вообще, вот, про первую пятерку выскажу свое мнение, я уже говорил это мнение в эфире, когда комментировал матч Столица-Любители, то, что любители после поражения от Столицы из гонки за чемпионство выбыли. Выбыли 11 очков, это очень много, это, грубо говоря, 4 поражения лидера, но Метеор у нас в 18 матчей потерпел всего 3, поэтому рассчитывать на такое фиаско не приходится. В тройку, да, все шансы есть, и команда серебряный призер, нет, есть. При удачной игре, неизвестно, как трансферная кампания будет поставлена у любителей, посмотрим, но лично для себя, за соискателей, за чемпионскую награду я их вычеркнул. Да, потому что даже исходим из того, что последний матч из лидирующей тройки у них был со столицей Артели, и в очном противостоянии они проиграли. Если кому-то интересно, могут посмотреть, матч есть на нашем официальном сайте LFLTV, на YouTube, на канале. И по всем статьям, да, мы не берем какие-то там моменты жесткие, игровые, а именно по игре, да, столица смотрелась гораздо выше, и составить конкуренцию, не знаю, опять же, да, то, о чем мы говорим, это рассчитывать на фиаско первые тройки. Может быть такое, может быть. Там вот у той же столицы Артель, например, перед перенесенной игрой, которая, по обоюдному согласию, была, допустим, три дисквалифицированных игрока, может произойти всякое. Почему нет? Ну и у столицы Артель, по-моему, через два тура игра с Метеором. И, соответственно, и Владимира Паваляева, и Дамир Джалимова мы, скорее всего, на 100% не увидим. Поэтому Юрия Бабина надо будет работать над схемой, но у него есть два с лишним месяца, как команда вот в начале весны будет выглядеть. Ну, ты знаешь, как показывает практика, столица стартует первый там один-два матча у них уходит на адаптацию после паузы. И, то есть, вот это вот будет, наверное, ключевой определяющий момент даже для столицы, чтобы держаться в первой тройке и, может быть, даже продолжить борьбу за более высшие места. Согласен. В целом, в целом, плюс еще, кстати, мы с тобой не говорили о любителях, тоже должен был быть интересный матч, который был вынесен. Это три звездочки любители. Даже неизвестно, какой матч был бы центральный, там, Зая Томиниева или три звездочки любители. Но я вот почему-то уверен, что мы тогда показали бы оба этих матча, потому что это топовые, там, может быть, один из них показывал бы своими силами три звездочки, за что им огромное спасибо, мы всегда говорим. Ну, и мы показали там, ну, мы и так, в принципе, матч показали неплохой, матч пищевик Ника получился, об этом чуть попозже. Так вот, мы звездочки как-то обошли стороной, команда вроде бы потеряла своего лучшего нападающего, футболиста, на котором строилась вся игра в атаке, Артем Севастьянов, причем Артем сейчас очень неплохо выступает на полях западной премьер-лиги, и уже и западные судьи чуть-чуть начали его изучать. У меня даже главный судья обслуживал матч, или смотрел просто матч транс-контейнера, и он говорит, ну, говорит, ваш Севастьян, ну, говорит, и подзанырнул-ка. Ну, транс-контейнер ФКСП, мне удосужилось там поработать, я на резерве находился, и когда главный судья, по-моему, Евгений Воробьев был. Значит, Дмитрий Ершов наблюдал. Или Дмитрий Ершов, да, Дмитрий Ершов был главный судья, да, как раз мы с Димой вместе работали, и он меня спросил, говорит, а что это за нападающий? Я говорю, ты знаешь, это нападающий, который всегда найдет контакты, который при каждом удобном моменте заработает свой любимый штрафной, или даже пенальти. И был момент, один пограничный, в штрафной площади, когда Дмитрий Ершов благо добежал и увидел то, что это на самом деле Севастьянов нашел контакт, а не контакт нашел Севастьянова, и пенальти не было. Ну, вот он был, подзадырнул, говорит, ну, ладно, это мы чуть-чуть отвлеклись, вспомнили Артема Севастьянова, звездочки перестраивают игру в нападении, нашли они несколько вариантов, раскрылся Красюков, с новой стороны появились новые футболисты, и мне кажется, что лучше команда заиграла. Во-первых, Аксенов фантастически проводит последние матчи, на позиции опорного полузащитника, он в двух подряд играх там по три мяча забивает. Ну, три звездочки, скажем так, избавившись, кавычках, от Севастьянова, стали более разнообразными. Такая вот была Севастьянова зависимость. Заточенная, да, на игру. То, что знали, отдай мяч Артему, там что-нибудь придумает. А здесь нужна какая-то вариативность, команда стала играть быстрее, команда стала, ну, гармоничнее смотреться, на мой взгляд, и, конечно же, по зиме, по концу осени, вот жалко, что в Лиге Чемпионов-то нет. Вот сейчас, кстати, в Лиге Чемпионов, мне кажется, звездочки, там, если не с тройкой, то уж с Бобром-то точно. С Бобром, с Динамо, вполне возможно, да, были бы иные результаты. Ну, с Динамо так-так выиграли, но факт в том, что да, с Бобром была та вот ключевая игра дома, мне кажется, могла по-другому. Ну, сейчас более разнообразно, да, они стали действовать, и, соответственно, если раньше там, подготавливаясь к игре с тремя звездочками, все знали о том, что надо закрыть нападающего, и, в принципе, все понятно, дальше уже действует от себя, то сейчас неизвестно вообще, откуда беда прилетит. Видишь, ты о чем сказал, Аксенов стал забивать, то есть, это человек, которого мало, кто вообще ожидал такой результативности. при этом мы помним, что там еще прекрасные центральные полузащитники, это и Никонов, и Некрасов, и Балашов, и Балашов, то есть, вариативность, фланги тоже, там, с приходом Плотникова, Красюкова, там, Пурцеладзе, там, тоже выбор большой, кто-то играет в нападении, незабываемый, про Игоря Цирина еще, то есть, команда очень хорошая, очень радует, что эта команда молодая, и мы уже разговаривали об этом с Артемом Цирином еще и год назад, ну, не год назад, там, где-то полгода назад, конечно же, там, молодежная сборная, Костяк-то будет из трех звездочек, и уже, как бы, это будет скелет, если все у нас получится, а остальное будем уже наращивать, там, из других клубов, понятно, что, ну, мне кажется, это будет правильно, молодые футболисты, и Андрианов, тот же защитник, он, мне кажется, и за первую за молодежную сыграет в этом сезоне. Да, плюс ко всему, и для ребят самих, это, опять же, вызов будет, потому что на полях Юго-Запада, в принципе, они в том сезоне уже все доказали, за исключением Кубка, а сборная, все-таки это сборная, это новый вызов, и проверить себя, доказать уж себе самому, то, что ты лучший, там, или лучшая команда, молодежная, не только, там, на полях МГУ, там, не знаю, среди институтов, но еще также в ЛФЛ, где помимо любителей футбола собраны еще ребята, которые на профессиональных контрактах, то есть, почему нет, мы с тобой знаем о том, что каждый год из ЛФЛ 4-5 человек подписывают профессиональные контракты, как раз вот в этот период, который сейчас настает, поэтому в марте, пока, показав себя, мы говорим, за сборную, опять же, привлечь к себе внимание, даже если ты не планировал связать свою жизнь там с профессиональным футболом, почему нет, и в июне, в июле можно получить интересное предложение. Ну, главное, чтобы, как нередко у молодых людей бывает, пропало желание, я хочу, хочу, а потом за два дня до матча, ты, а, не, я не хочу. Не, ну, видишь, мы с тобой всегда за то, чтобы их чуть-чуть подначивать, давать им возможность побольше голодать от футбола, от трофеев, то есть, и, казалось бы, люди, которые уже что-то повыигрывали, и даже если у них затуманен разум, там, в 20-21 год, мы им даем возможность немножко отрезвиться и попробовать себя в каких-то новых условиях, поэтому. Соглашусь с твоим мнением, ну, сборная-то еще будет не скоро, но мысли о сборной постоянно есть, и о первой, о молодежной, и надеемся, что за счет сборных как-то ситуация в рейтинге у нас улучшится, ну, и, конечно же, помним о наших любимых кубке и Лиге Москвы, но это отдельная история, сегодня мы эти турниры не затрагиваем. Еще о трехзвездочках, знаешь, что хотелось бы сказать, что настолько большой выбор, настолько большие возможности у Артема Цирина, что многие команды нашей лиги, да, имеют представителей или прошлых, или в будущем, которые переходят в основной состав трехзвездочек, и они даже, не проходя на данный момент состав, они очень сильно смотрятся в своих коллективах, которые находятся на данный момент, то есть это тоже надо отметить, это, наверное, на данный момент, это единственная команда в лиге, которая вот так вот поставляет игроков для лиги, для команд, и давая возможность им прогрессировать, то есть Артем Цирин проводит великолепную работу, и... Ну, и Сурен Степанянс. Не будем забывать, конечно, но вот этот вот дуэт, который уже сложился, там уже второй десятилетий, по-моему, идет даже третье, может быть. Ну, мы еще помним, как и Сурен Степанянс еще играл, в первом дивизионе. Мы с тобой еще играли, да, и против Артема Цирин. Да, Артем Цирин за высшем дивизионе много матчей провел, как бы вот, Сурена я не помню, уже в матчах высшего дивизиона, может где-то он там выходил. Выходил на замену несколько раз, я помню, но это было очень давно. В первой лиге точно играл. В первой лиге, когда Дмитрий Павлов там сбивал, Феерил, там клепал, который сейчас в ММФ-2 играет в первом дивизионе. Ну вот, да, дуэт сложившийся годами, и дуэт, который знает, как приводить команду к трофеям. Посмотрим, мне кажется, гонка будет интересная. Да, две МГУшные команды наверху, друг друга. Уже не МГУшные, Метеор уже чуть-чуть другой. Но основания-то берем все равно. Тихон Фисейский, он так или иначе связан с МГУ, там, и так далее. Знаю я, что наш большой друг, сейчас он услышит, опять скажет, опять ты меня вспомнил в этой передаче, Геннадий Леонидович Кос перед началом чемпионата попросил Тихона Фисейского, когда команда из ММФ переименовалась в Метеор, приобрести для команды другую форму, что там не было никакого упоминания об МГУ, потому что Геннадий Леонидович очень радеет за МГУ и сайтов брать описание. Ну и не знаю уж как, Тихон сказал, да да, мы это сделаем, но 18 уровень прошло, а осыны не там, поэтому Геннадий Леонидович начинает проконтролировать что-то. Что-то не туда. Да, 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 военная кафедра не за всем может уследить не всегда. давай, в принципе, верхушку мы обсудили, 4 реалия претендента на чемпионство, заряд, ну в меньшей степени, но вот столица Артель, 3 звездочки и Метеор, мне кажется, будет горячо. И до последнего тура, возможно, что мы не будем знать, кто будет с трофеем, в отличие от всех предыдущих сезонов, так мы всегда помним, что была доминация пищевика, доминация в прошлом сезоне 3 звездочек, последние 3 сезона, я вот такой вот сезон, когда мы уже вспоминали этот матч, когда все решалось в последнем туре, тут пищевик керосинка, когда переходной сезон, и на поле сетом парк, когда керосинка стала чемпионом в добавленное время, два месяца забив, ну, вполне возможно, и в этом сезоне будет то же самое, то есть, отставание третьего места от первого 5 очков, всем еще между собой играть, да, поэтому тут вообще все может с ног на голову перевернуться, плюс у нас середина таблицы такая, как аутсайдеры, которые будут цепляться за очки, у нас в принципе очень плотный турнир, рассуждали мы уже на эту тему, что если вот как уровень турнира определяется плотность, берем, убираем первую и последнюю команду и смотрим разницу очков между командами, у нас идет 3 звездочки 41 очко у Зюзин и получается 24 очка, в принципе, ну, нормой считается, когда разрыв там, вот из 16 команд там, вот между второй и 15 командой, если там 16-18 очков, то это считается супер плотный турнир, от 20 там до 25 идет средней плотности, ну а если больше там, то... ну, я думаю, по весне, ты знаешь, в силу того, что техносил пропущенные игры, там, Зюзин все равно, я думаю, будет решать какие-то свои кадровые вот эти вопросы и решит их рано или поздно, плюс об Аминево мы уже сказали, то, что это вообще непонятно, что будет по весне, то есть, если будет продолжение той же истории, которая началась сейчас, то я не удивлюсь, если они еще и там к третьему месту подкрадутся, потому что всем играть между собой, игр на самом деле 12 хоть мало, с одной стороны, но это много, это все-таки 36 очков на кону, и, ну, неизвестно, что еще будет. Ну, тут знаешь, мы противоречим сами себе, тогда получается, говорим, что Аминево может отыграть 17 очков у столицы, там, от третьего места, но при этом мы исключаем, что любители 11 очков и метеора могут отыграть. Нет, Аминево, по моей версии, конечно, тоже в тройке не будет, да? ну, в теории все возможно, да, на практике все гораздо тяжелее, конечно, всегда в теории мы смотрим одно, а на практике получается, может, другое. Какое будет Аминево, мы не представляем, вообще, может, не будет «Эговых звезд», а может быть, там, предположу, что, например, может, там, Роман Павличенко, еще один друг Александр Самедов, или там, Павел Погребняк, сложно что-либо предсказывать, давай о серединке турнировой таблицы поговорим, сразу перейдем к матчу, который мы транслировали, матч «Пищевик» Ника, у Ники были проблемы с составом, разговаривал я перед игрой с Мишей Марголином, и Миша мне сказал, что была такая трудная ситуация, что на играл у нас в субботу, постоянно на вечер пятницы, голкипера Муники должен был быть Михаил Марголин, может, ну, Александр Тарешко, к счастью, появился, также там и Сергей Комаров был под вопросом, и Игорь Шостаков был под вопросом, но в итоге они приехали, то есть, ну, Авдонина не было, мы уже говорили об этом в трансляции, так или иначе, Ника Павела, Олег Панин забил гол на первой минуте, и в принципе, Ника играл неплохо, но дальше Сурмич, который, конечно, очень сильно усилил пищевик своим возвращением, дважды забил, один там в дальний угол, хороший удар на него получился, а другой там со штрафного, рикошетом от стенки, там Тарешко, то ли не увидел, момент удар, он так или иначе, дубль, и Мэнта принес победу, отмечу я, что на последней минуте игры там в дальний угол наносил удар футболист Ники, и только штанга выручил, там Крючков уже был бессилен что-либо сделать, ну и, конечно, в этой игре Игорь Крючков там в втором тайме там бенефис был, но мы знаем, что это сильный голкипер, это вратарь, которому давали титул лучшего вратаря юго-западной высшей лиги, и вообще, ну это один из сильнейших голкиперов первенства, который, не знаешь, там не который полгода сверкнулся и говорит, о, какой вратарь, а потом все, который мы помним за ММФ, как он играл, мы помним, как за пищевик он играл, и играет за сборную, сколько раз он приезжал, помогал, и вот уже, наверное, лет 6-7 Игорь Крючков в топе вратарей юго-западной лиги. Стабильность, признак мастерства, да? Да, там уж бывают неудачные матчи, но у всех бывают, у всех бывают, у кого их нет, поэтому... Тем более пищевик, который был начало сезона, как бы, ну неудивительно, там даже, знаешь, мне кажется, два Фабио Канавара бы тоже разрыдались, ну какой футбол у них был во время становления, ну на самом деле, тяжело было смотреть на пищевик, зная о бомбит своих Олега Есенова, да, кстати, еще раз, опять же, извиняюсь перед Олегом, может быть, готовясь к репортажу, я проговаривал, на второе ударение Есенов, может быть, если, ну Олег мне об этом сказал, что в принципе на второй слог, может быть, если где-то в репортаже я ошибался, то Олег Есенов, на самом деле, Есенов, да, ну бывает, мы тоже люди, мы тоже ошибаемся, мы тоже ошибаемся, что даже в школе, в школе учителя даже путали, поэтому, говорит, ничего страшного в этом нет, ну так или иначе, извиняемся. И так вот, в этом матче еще отметим, что у Ники впервые появился в составе Денис Петренко, играющий тренер, так как кризис был, и он даже забил гол, но мы не поняли, мы этот матч вместе со мной, там на комбинаторском месте, Дмитрий Ершов, главный судья осмотрел, и мы вообще не поняли, почему отмена, я уже говорю 2-1, уже говорим, что Денис Петренко забивает сразу же первый гол после возвращения на поле, а происходит следующее, то, что Александр Соколов своим Соколином зорким взглядом узрел игру рукой, там с Владимиром Егоровым они работали на этой встрече, и отменили, мы со второго повтора только поняли, не я, не Митрий Ершов, мы сначала вообще просто наснимаем сцену, а почему отмена мяча, и... В очередной раз доказывают то, что судьи в ЛФЛ без ВАРа работают чаще, чем ребята-профессионалы, обслуживающие матч в УИФА и ФИФА. У нас нет такой возможности бегать, смотреть записи, конечно, если была бы возможность, то не было бы каких-то неточностей у нас, но они есть, мы люди, и извиняемся, но с другой стороны, был бы ВАР, мы постоянно по каждому поводу бегать, и вечерняя задержка тогда три часа. Ты знаешь, на эти выходные работал с одним из лучших судей, и вообще ЛФЛ, не буду озвучивать, сам понимаешь, почему, так он сказал о том, что вполне возможно на КФЛ, на финальные пульки попробуют запустить ВАР и протестировать его вообще, как это будет работать, ну, что же, если это принесет свои плоды положительные, то почему бы и нет, может, так же, как в премьер-лиге у нас на ключевые матчи может быть что-то подобное. конечно, это легко, но это надо, чтобы матч обязательно снимался, и просто третий гарнитур подключается и сидит сверху человек. Конечно, конечно, чтобы никто не тратил время на это. Технически, это да, там, другой вопрос физически, как это сделать. Получается, три судьи должны работать одновременно, два на поле, один на мышку. И плюс еще, если надо будет бежать, как это будет выглядеть, по лестнице полезли наверх. Не знаю, или окошко открыли, там, знаешь, как это, как воробушки. Нет, ну, надо же видеть, может быть, главный сам захочет посмотреть. Ну, в зависимости от эпизода, бывает же очевидно и неочевидно. Мы же с тобой знаем по профессиональному футболу, что если уж момент настолько спорный, что судья не уверен, даже в подсказке, скажем так, с вышки, то он идет смотреть. Ну, да, но он в Англии вообще не смотрит. В Англии не смотрит, Там полностью, там что-то по вару сказали, все. Кстати, вот по поводу Англии тоже, ой, не Англии, но Испании даже, вот, да, вот странно, где есть вар, обратил внимание, тут на той неделе так получилось, то, что попал я на матч Алавес-Леганес, и ты знаешь, там был очень интересный эпизод на 85-минуте с Дмитрием Ершовым, с главным судьей Запада и Юго-Запада, мы обсудили этот момент, то есть идет навес в штрафную площадь после углового, и нападающая, атакующая команда конкретно принимает, подставляет руку, за счет чего создает себе преимущество, обрабатывает мяч, отдает после этого голевой передач, забивает гол, это было при счете 0-1, то есть пользу Леганеса, Алавес таким образом сравнил, сравнял счет, то есть 1-1, матч в итоге так и закончился 1-1, и что самое интересное, главный судья не пошел смотреть, то есть он доверился целиком и полностью подсказки, он видел сам, ему значит, он показал на центр и все, да, ну а там, значит, рука, а там рука, там нарушение чистое, поэтому, это лишь, не, к чему, к тому, что у нас очень любят обсуждать, и после вот этих выходных были моменты, да, когда недовольны там судейством, трактовками, еще чем-либо со стороны судейского корпуса, но даже здесь, учитывая такие технические возможности, люди не всегда, ну, делают адекватное принятие решений, поэтому лишний раз, прошу не обижаться на судейский корпус, все мы люди, все ошибаемся. Согласен, не туда мы чуть-чуть ушли, вообще не туда сейчас, давай, возвращаемся мы к высшему дивизиону, Пищевик в итоге обыграл Нику 2-1, одержал важнейшую победу, 26 баллов мы уже говорили, шестое место, помним интервью, которое давал нам Камышов Алексей, капитан команды, давал он нам где-то в начале сезона, и говорил, что задача в тройке у Пищевика, и тогда там после этого седьмого, что ли, тур было, как-то все это, когда там результаты Пищевика оставляли желать лучшего, как скептически мы ко всему этому относились, сейчас команда набирает обороты, посмотрим, может быть, сейчас еще в трансферное окно будут какие-то точечные усиления, ну смотри, даже по хронологии событий, после седьмого тура это смотрелось как-то немножко сказочно и авантюрно, но видать Алексей что-то знал больше, чем мы с тобой, мы не находимся все-таки внутри коллектива Пищевик, и то, что мы слышим, и то, что мы знаем, это лишь то, что люди считают нужным нам сказать или сообщить, может быть, да, потому что на чем-то он основывался, потому что по первым, да, 7-8 играм, Пищевик борьба за выживание, то есть на уровне Зюзина, по факту Пищевик сейчас тоже очень сильно прибавляет, ну плюс Кадиев прибавил, начал сбивать, разбивать. Ну и просто нашли другую позицию, вместо защитника и опорного полузащитника он стал форум. Так я и говорю, прибавил, то есть нашли, адаптировали человека к позиции, где он идеально может себя проявить, где максимум приносит пользу, плюс возвращение сурмича, и я не знаю, там добавить... Самохвал, крючков, самохвалов, крючков, да, еще добавить, условно говоря, там в каждую позицию по одному человеку, кроме нападающего, там Джейсик есть хороший футболист, Абрамов, очень по меркам Юго-Западной лиги известный футболист, да, Рохин молодой, да, незабываемо, что в ротации есть Григоренко, но где он, мы не знаем, там это внутреннее дело Пищевика. Нет, так я и говорю, вот добавить именно качественное усиление, которое будет стабильно ездить, и все, в принципе, Пищевик реально сильная боевая единица, которая наряду с Аминьева, наряду с Никой, которая тоже, думаю, все-таки решит свои вот эти кадровые вопросы, наряду с любителями, то есть, на самом деле, вроде с одной стороны мы с тобой тройку обозначили, а в середине находятся люди, которые очень серьезно могут по весне нас удивить. Ну, сейчас, чтобы закончить тему Пищевика, после матча с Никой взяли триумы у Инта Сурмича, давайте послушаем его. Как вы считаете, в 2019 году выступила ваша команда по десятибальной шкале? По десятибальной я поставил бы, наверное, восемь баллов. После того, наверное, как я пришел, команда шла на последнем месте, сейчас мы заканчиваем восьмый или седьмый. Я считаю, результат, ребята стали хоть биться, какой-то стали показывать игру, поэтому ставлю восемь баллов. Можете назвать лучшего игрока команды? Сегодня? Или вообще? Вообще. Я бы, наверное, поставил в Кадди Ватер Мораза лучшим игроком, потому что он спереди цепляется, нам нужен был какой-то нападающий, который был цепляться за мячей, и забивал то, что в него летит. Что можете пожелать соперникам в следующем году? Я бы пожелал, наверное, всем единственное остаться без травм, потому что это Вел Фелли, к сожалению, существенно на данный момент. Просто всем, чтобы без травм играли, получали удовольствие и, как говорится, наслаждались футболом. Спасибо. Послушали. Отлично. Давай продолжим мы о командах, которые находятся в середине турнирной таблицы. Меркурий, команда на седьмом месте, чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но оно и объяснимо. Все-таки не обладает Меркурий какими-то финансовыми возможностями сверх того, которые есть. Команда в основном комплектируется за счет каких-то знакомых футболистов. Да, там была яркая звезда в начале всего, но очень ярко проявил себя Сангаджиев. Нам уже в заряде. Уже перешел в заряд в прошлое трансферное окно. Есть Курьятов, там есть Питкиев, есть еще там хорошие нападающие. И команда в принципе цепляется со всеми командами за очки. И такая, знаешь, плотная, хорошая команда. Ты знаешь, если в Меркурии так охарактеризовать одним словом, есть такое вот сейчас очень модное выражение, андердог такое, знаешь. Вот Меркурий это вот такой андердог высшего дивизиона Юго-Западной лиги. Это команда, которая одна из самых, ну, в каждой лиге, в каждом чемпионате есть вот такие команды, знаешь, которые они в принципе никогда не борются за высокие места, но при этом очень уверенно себя чувствуют в середине таблицы и им не приходится даже бороться за выживание. Вот Меркурий вот как раз из тех примеров, которые реально, это одна из тех команд, которая напоминает нам о том ЛФЛ, изначально с которого все начиналось без денег, команда друзей, все друг друга знают, все друг с другом общаются. плюс ко всему последнее время Меркурий наладил неплохие связи с Ураланом, да, мы знаем о том, что... Они всегда были. Они были, но в последнее время, я имею в виду почему, потому что пошло привлечение футболистов такое вот уже качественное, да, то есть человек, который проявляет себя, Уралан в том году играл в первом дивизионе, сейчас уже во втором, к сожалению, я думаю, они выберутся, я все равно на это надеюсь, я об этом уже говорил в прошлой передаче, и, то есть, Меркурий реально он каждый сезон это команда, которая может обновить состав и качественно обновить, то есть, у них люди постоянно обкатываются во втором, в первом дивизионе, и они за счет этого живут и выживают. Выживают, причем Меркурий дает возможность не только выживать себе, да, в условиях высшего дивизиона, но и дает возможность выживать командам, с которыми они сотрудничают, то есть, у них идет взаимообмен, благодаря этому живет вообще, считай, многие клубы живут, которые умеют вот это вот сообщающийся Сообщающиеся сосуды, как принято говорить в физике. То же самое и здесь. И Меркурий вызывает только уважение. На Меркурий всегда приятно смотреть. Плюс ко всему мы знаем о великолепном нападающем, эмоциональном, открытом. Мы не будем говорить кто. Он сам, посмотрев передачу, поймет то, что мы говорили о нем. То есть Меркурий это реально тайлфейловская команда, на котором строится все то, для чего мы это строим. И о чем мы говорим из недели в неделю и каждые выходные. Больше мне сказать нечего. Ну согласен. Тут по Меркурию все определенно ясно. Команда классная, симпатичная. И всегда с тренерскими идеями. С тренерскими. Ну там Кирилл Круглов, мой большой друг, с которым мы еще вместе в детской школе играли. И поэтому действовали причем на позициях. Я вратарь, он центрального защитника. С Алексеем Суховым прекрасное отношение. С Вадимом Вайнером, бывший игрок Крылья Советов Ершов. Играет там. То есть мы с тобой знаем Меркурий изнутри даже больше, чем некоторые игроки Меркурия нынешних. Ну нет, я не стал конечно говорить. Ну давай продолжим. Ника уже в принципе мы сказали в начале, что идет перестройка. Новый главный тренер. Вроде вот начало не удалось сезона, мягко говоря. Дальше вроде пошел подъем. Ну и сейчас вот опять в концовке чуть-чуть не добирает пока команда очков. Но идет работа. Виден стиль команды. Вот эти вот быстрый пас низом. Фирменный стиль игры в два центральных защитника, от которой не отходит Денис Петренко. Ну конечно же все-таки я думаю, что отголоски вот этих трагических событий, которые летом произошли. И что очень многое в нападении решал Александр Карпов и ищут свою игру. Не появилось вот такого вот нападающего, который мог бы где-то зацепиться, вырвать там на зубах, значит на жопе, занести мяч туда. Плюс Саша очень эмоциональный был, заводил постоянно команду. Конечно в позитивном плане сказывалось в плюс на Нику. Ну я думаю еще знаешь, что тут перестройка идет не только состава как такового, да, адаптация к нынешним условиям. Еще происходит адаптация у самого Дениса Петренко к тому, что он хочет построить. Все-таки мы знаем о том, что этот человек играл за вопросы спорта. Вспомним об этой команде, вспомним их футбол. Это футбол с доминацией там 80% игрового времени, то есть игра на чужой половине. И вратарь там вообще стоял в центре поля, из него как в мини-футболе пятый полевой и разыгрывал мяч. Сейчас Денис не обладает таким качеством футболистов, которые были у него бывшие партнеры. И соответственно тоже выстраивает свою стратегию не только на каждый матч, но и вообще на игру Нике в целом. Я думаю сейчас как раз вот эти два месяца, которые будут паузы, пройдет переосознание какое-то, корректировка, подбор кадров для качественного усиления команды. И она все-таки выберется из середины и продолжит радовать глаз. Да, ближе наверх. Их вечные друзья соперники, удар, неудачно стартовал удар. И вообще смотрелся, знаешь, как один из главных претендентов на вылет. И после какого-то одного из матчей, в начале только турнира, по-моему, кстати, матч первой круга с зарядом, это второй тур только был. И с Мишей Зотовым общались, и он говорит, мы можем вылететь в этом сезоне, Агдыния, у вас в принципе команда поставлена, у вас есть свой стиль, да, это как мы его между собой характеризуем чемпионшип. Стандарты, навесы, борьба. На каждом участке поля, да и нет. Но в итоге, да, удар вообще в стартах тоже получился ужасный. Но надо отметить менеджерские способности, я уж не знаю, там Михаил Зотов, Владимир Цветков, либо кто-то еще. Ну, коллективное творчество, мне кажется. Понимаешь, кто-то из них, все вместе, коллективно, скорее всего. Проведена блестящая кампания. Появляется Саркисов, появляется Игнатьев. Команда имеет серию из шести побед последних семи матчей. Я говорю, здорово играет Игнатьев. Также в атаке, мы отметим, помогает ему очень часто молодой Искандяров Никита. Классно он вписался в состав команды. А еще, в принципе, это футболист Иезотов, тот же Михаил. Футболист, игравший в Ники, в трех звездочках. То есть, мастеровитый игрок, хорошо нам известный. Плюс вот эти стандарты. И удар... Ну, если все сохранится, все сохранится. Конечно же, мне кажется, еще будет прибавлять. И место в тренирную таблицу, в середине тренирной таблицы спокойно они закончат. Соглашусь. Даже нечего оспорить. А сейчас, кстати, об ударе. Давайте послушаем интервью Владимира Цветкова. Володь, привет. Поздравляю с уверенной победой. 4-1. Расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь весь сезон? Ну, не сезон, а 2019 год. Как сыграл команда по 10-балльной шкале? Ну, начали плохо, учитывая, что там травмы были. Учитывая, что закончили, так, наверное, мы девятыми. Ну, концовка была нормальная. По 10-балльной, не знаю, сложно. Может быть, учитывая, что концовка нормальная где-нибудь на 6. Потому что все равно очень много мы очков растеряли. И учитывая, что тоже у команд были проблемы у других, могли бы быть и повыше. Но с учетом плохого начала и такого конца, ну, наверное, где-то 6, может, даже 7. Ну, в том году мы были седьмыми, и на 3 очка всего больше набрали. Сейчас мы девятые. Ну, в принципе, ну, удовлетворительно, я так думаю, вот так оцениваю. Скажи, пожалуйста, сможешь назвать лучшего игрока 19-го года из команды своей? Из своей? Да. Вот. И вот я даже веду такую, ну, свою статистику по игрокам. Даже не те, кто голы забивает, а просто. Сейчас сложно мне сказать. Ну, кто первый на ум приходит? Я бы, наверное, все-таки отметил, отметил Каняева в первую очередь. Потому что центральный полузащитник, естественно, Игнатьев, Борис, да, Искандяров. И наша защита вся, Зотов, Саркисов, все. Аминьева на 10-м месте. Что говорить? Команда практически не произвела изменений по сравнению с первым дивизионом. Да, там большая зависимость была и есть от футболистов системы Академии МВД. Но решили сделать несколько важных трансферных переходов. И началось все, как я понимаю, с Дмитрия Кирюхина, у которого есть опыт выступления в западной Премерлиге за Атлантис. Дальше появляется Александр Павленко. Знаешь, как хорошо менеджмент поставлен, что каждую неделю анонсировался новичок. Знаешь, что в каждой игре Александр Павленко. Но Александр Павленко как-то, знаешь, мы даже не были готовы, и никто не знал, что это Александр Павленко. Так бы мы, конечно, подготовились к его дебюту в ЛФЛ, как и к дебюту Александра Самедова. Потому что Александру, может быть, Павленко не то, что не обидно, но все равно тоже такой футболист. И если там дебют Александра Самедова принимает трансляцию, ролик, то мы просто не могли за полчаса до матча, когда мы узнаем, что будет Павленко, как-то оперативно что-то организовать. Ну а так, да, три недели Павленко, потом Самедов, теперь Горелов. Еще Горелов, нет, и Кирюхин четыре, ну и может быть еще кто-то. И может быть, вполне возможно, что-то нам подсказывает. Да, есть у нас такая инсайдерская информация, ничего пока говорить не будем. Но по амине можно сказать так, о новом облике команды можно будет судить по первым играм в марте. Будут приезжать люди, будут одни результаты, неизвестно какие. Не будут приезжать, будут другие результаты. Опять же, неизвестно какие. Помним мы, что говорилось о семейственности в команде. Так оно и есть. То, что все поддерживают друг друга. Посмотрим, как произойдет адаптация футболистов из большого футбола к ЛФЛ. И как они сыграются с партнерами. Кстати, вот характерный, вообще такой вот, сейчас расскажу, случай, который я наблюдал лично, связанный с Аминеево. Это вот, ну думаю, там Павленко, Самедов, да, чего они приехали там на чистеньких поиграть. И все. Вот про Александр Павленко яркий эпизод, который характеризует насчет чистеньких. И все. Как раз была вот трансляция матча Аминеево-Бутова. И все мы знаем, наверное, парк, вот этот пригорчик, который к полю. И Александр Павленко появляется на стадионе на этом пригорочке. А я все это воочию наблюдал. Я уже в командирской кабине сидел. И он уже увидел, что команда разминается, готовится выйти на поле. И он побежал. Понимаешь, не то, что там нас многие видят, еще думают, да я еще постою. Он прям бегом побежал, чтобы успеть. И поприветствовал всех партнеров по команде, успел. И вышел в стартовом составе. То есть об отношении, мне кажется, это говорит. Если человек приехал, знаешь, как звезда на чистеньких поиграть, он бы явно не стал так делать. Ты знаешь, еще бросается в глаза, мне удосужилось поработать даже на одном из матчей Аминио с участием Павленко и Самедова. Бросилось в глаза, даже как они на поле себя ведут. То есть нет такого, что я звезда, я здесь постою. Нет. То есть при потере мяча даже партнера, они бегут назад так, как, извините, во второй лиге ребята там 17 лет, не считают нужным даже двигаться. Понимаешь? А здесь ребята, которые уже в принципе свою игровую карьеру, много кому что доказали, в первую очередь себе самим. Отыграв там и за сборные, и различного уровня, там и юниорские, молодежные, и основные. И они приезжают в ЛФЛ, и они пашут так, как, извините, первый день в футболе как будто находится. И есть желание доказать тренеру, чего он стоит. Поэтому только уважение, только огромное желание того, чтобы они присутствовали почаще на матчах, не только своей командой. Потому что вообще просто посетите к нам, в принципе, зайти, мы не против посидеть здесь, пообсуждать взгляд профессионалов. Как они адаптируются, как они видят, что интересно, что неинтересно, чего хотелось бы добавить. Поэтому Самедов также, насколько мы помним, история тоже, коли что вспомнил про Павленко. Когда Самедов шел с одним из бэлбоев нашим на стадион, и когда бэлбой сказал ему о том, что я не думал никогда в жизни, что с Александром Самедовым буду спускаться к стадиону на работу. Потому что Александр ему ответил, ты со мной поговорить, в принципе, можешь, я не против. Поэтому они в быту такие же простые ребята, как и все остальные, участвующие в наших соревнованиях. Давай пойдем дальше. Керосинка. Команда прекрасно стартовала, но дальше происходит какой-то конфуз. И в последних девяти турах без побед. Одно очко набрано керосинкой. Да, там травмы третьяка. Приезжают, в принципе, приезжают все те же люди, которые играли в самом начале сезона. Алборов, может быть, который играл то на позиции центрального защитника, то вратаря тоже травмирован. Третьяк. Но есть Жуковский. Он стабильный в составе. И мы отмечали, что во многом с появлением Михаила Жуковского у нас... Креатив появился в действиях, быстрота появилась. Ну, там такой некий, знаешь, размен произошел. Жуковский на Пономарева, да? Пономарева был лидером. Ну да, плюс у Жуковского очень хорошая связка с Абдулиным. И, в принципе, все как-то безоблачно. И мы радовались керосинку. Помним мы, как и в середине чемпионата первого круга, по всем статьям были обыграны три звездочки с большим счетом. В столице Артель была обыграна. Ну, это там в начале чемпионата. Ну, это вся команда из меня, которая сейчас в первой тройке идут. Которая в первой тройке. Согласен. И что случилось? Конечно, Диме Третьяку надо думать над тем, как исправлять ситуацию. Потому что что-то вот фартал какого-то пропал куда-то. Ну, видишь, они вроде как работают. И, насколько нам с тобой известно, Денис Ванюшин собирается пополнить ряды. Ну, это мы хотели не афишировать. Ну, да, есть такая информация. То есть, получается, работа-то ведется. То есть, и укрепляются футболистами довольно-таки качественными. Которые уже играют не первый год в ЛФЛ. Ну, не знаю. На самом деле, тоже одна из таких темных лошадок, которая неизвестно, как будет выглядеть по весне. Если проведут грамотно работу, как-то скорректируют свои игровые моменты, то, в принципе, могут и вернуться к тому, с чего начали этот сезон. Посмотрим. Все в их руках. Тем более, залечить травмы. Сейчас есть время два месяца, благо расстояние неплохое. Ну, да. Будем надеяться, что увидим мы еще ту Керосинку, которая радовала нас в начале сезона. Бутова. 12 место. Тоже американские горки. Начали прекрасно. Середина полностью провалена. Сейчас уже пошло более-менее. Вот. И в прошедшие выходные один из немногих матчей. И Бутова играли. И победили они Зюзина со счетом 5-2. Давай я предлагаю сейчас вот Абутова, потом Амачи и я Зюзина. Давай. Давай. Хорошо. Не уходить. В Бутово, по ходу сезона, уже произошли изменения. Был приглашен, если в межсезонье главный тренер. Другой, который помогал Евгению Найденову. Сейчас мы видим, что тренера этого уже нет. И игроки, которые пришли с юга. Тренер этот был тоже с... Ну, возглавлял когда-то одну из команд Южной Лиги. Соответственно, футболисты оттуда. Они все уже отзаявлены. И своими игроками сейчас играет Нобутова. Ну, и потихонечку, потихонечку ситуация нормализуется. Алексей Перельков вернулся после травмы в ворота. А последние матчи, там, кто только не занимал место в воротах. Там, да, люди, которые... Профильные полевые футболисты, имеют опыт выступления в воротах. Знают, что такое ловить мячи. Но все равно это не вратари. Ну, да, и Никишкин, Лебедев и Капсулин. Ну, Капсулин, да. Капсулин, причем, насколько я понял, что травм он получил, когда вот героически там один на один выхода спасался. Да, да, да. Кстати, Капсулин тогда принес победу своей команде. Ну, да. Мы даже, когда сборная тура хотели поставить Капсулина, ну, как один из вариантов был, что Капсулина поставить в ворота, потом подумали, ну, как это будет выглядеть. Ну, для самого, я думаю, игрока было бы очень приятно. Ну, мне кажется, это на самом деле. Для всего Бутова это просто смех. Учитывая, какой юмор у Бутова, да, мне кажется, что это скриншоты были бы там. На телефоне, там, символическая сборная Капсулин врата. А то и вовсе на обложку бы телефона ставили. Ну, да, да. Ну, в общем, Бутова потихонечку все налаживается. И сейчас на Зимнем Кубке, насколько я знаю, команда будет принимать участие. Наверное, какие-то связи будут наиграны. Может быть, конечно же, традиционно у Бутова на Зимнем Кубке появляются какие-то приглашенные футболисты, но потом они в команде не остаются. Там и Лукин, мы помним, за Бутова играл в Зимнем Кубке, и Памшев, футболист СДК, играл. Посмотрим, что будет в этот раз. Но, в основном, работа идет. И Бутова, ну, как бы они находятся в списках тех по таблице, кто может покинуть высший дивизион. Но, учитывая опыт этой команды и вообще, как там дела обстоят, мне кажется, решающий момент, решающий матч, приедут люди, и все хорошо будет. Да. Ты знаешь, вот Зюзин и Бутовы чем-то вот похожи не только в силу того, что у них название в честь районов, но и к тому, что обе команды в этом сезоне вернулись к своим истокам. То есть возвращаются к тому, с чего, собственно, и начинали строиться в свое время, там, больше 10 лет назад. И если у Бутова, в принципе, это приносит результат на данный момент, как мы видим, Зюзину все-таки еще, как бы, я знаю то, что к бывшим игрокам они уже своим обращались, которые сейчас играют по всей Москве в курсе этих событий, но там тоже есть свои какие-то условия, то есть если они готовы возвращаться, то они готовы только играть, сидеть, и они готовы, ну, понятно, возраст уже этих футболистов там за 30 лет, да, и последнее слово сказать всем хочется, и то есть они вот это вот свои амбиции сейчас реализуют в других командах, и Зюзину, судя по всему, пока не нашлось с ними общий язык. Ну, давай о матче Бутова-Зюзина. Бутова-Зюзина, да, работал на этой игре, ты знаешь, с первых минут бросилось то, что очень эмоционально было Зюзина, то есть как бы подоплеки как таковой дерби от матчей назовешь, но эмоциональность игроков просто зашкаливала, и на второй минуте Ашот Гришин получил желтую карточку за неспортивное поведение, некорректно он разговаривал с главным арбитром встречи Евгением Губина. Ашот, это, к сожалению, часто. К сожалению, часто, но это понятно, потому что турнирное положение, да, обязывает плюс ко всему, да, и кадровые проблемы, и то есть в начале игры, где-то в минуте до десятой, Бутова забивает первый мяч, и казалось, сейчас игра пойдет как по маслу, потому что Бутова очень спокойно, хладнокровно вело игру, то есть создавал момент за моментом, то есть там просто чудеса вытворял иногда и вратарь где-то, и защитники в последний момент успевали накрывать. И ты знаешь, после пропущенного мяча сразу с розыгрыша через две передачи изъявлено забивает ответный мяч, то есть нападающий откатывает уже, о ком мы говорили, Ашоту Гришину, и Ашот Гришин со второго касания, то есть он первым принимает мяч, вторым касанием по центру разряжающей передачи вводится его нападающего один на один, тем самым Зюзина буквально за 15 секунд после пропущенного мяча сравнивает счет. Ну, Бутова все равно контролировала игру, забрали мяч опять под себя, создавали момент за моментом, и забили два мяча подряд, там, в связи с промежутком какого-то времени, Зюзина в принципе ничего не создавал. Был один пограничный эпизод, когда атакующий игрок Зюзина хотел пенальти, но там пенальти, но там ничего не было. Да, да, то есть там 50 на 50, но усмотрение, то есть, ну, понятно, эмоции зашкаливали, и ты знаешь, при 3-1 Бутова расслабилась, конкретно расслабилась, Евгений Михайлович, руководитель Бутова, очень нервно стал реагировать на это, раз за разом в течение минуты, он несколько раз громко, и не всегда корректно по отношению к своим игрокам пытался их завести, они не среагировали, ну, и, соответственно, получили 3-2. 3-2 приехали. Мало того, спустя там пару минут неразбериха между защитником и вратарем привела к тому, что Чередниченко оказался один перед воротами на уровне, извините, линии вратарской. Благо он просто бежал, понимаешь, то есть мяч просто к нему отскочил. Если бы он реально целенаправленно стоял в жал, то вполне возможно могло быть и 3-3. Или если бы навес в голову. Там не навес, там просто они разобрались. Если бы навес в голову, там понятно, вынимайте и на центр. Ну, и вот после этого момента Бутова провела рокировку в составе и забили сразу 4-й мяч. Зюзина открылся, получил потом 5-й. Но был пограничный момент, когда Бутова могло очень сильно прилететь. И Евгений Михайлович долго пытался достучаться до своих футболистов. Пока они не получили этот гол, и вот этот второй подряд, а по стране, который мог сравнять счет, они не хотели заводиться. Не знаю, может они слишком верят в себя. Хотя, может, можно было вспомнить на секундочку турнирную таблицу и не быть столь уверенным. Давай, мы озюзим, но прям вкратце, быстро. Команде нужно доработать на трансферном рынке. Команде нужно сейчас сделать максимально, для того, чтобы выйти из этой зоны. Команда уходит на перерыв в зоне вылета. И выглядит это очень печально. Выглядит печально. Руководство опытные бойцы в УФЛ. Желаю удачи в работе на трансферном рынке, чтобы залечили травмы футболисты, и чтобы мы увидели крепко Зюзина во второй части. То, которое мы привыкли видеть, да. Давай, шальные. Команда Дмитрия Шалина. Команда вышла. Первый сезон вообще в истории играет в высшей лиге. И многое поменял Шалин. С этого года он возглавил команду. Да, это Виктор Егоров. Это его команда. И он там многое решал вместе с Александром Яковлевым. Но в этом году именно все тренерские дела на Дмитрия Шалине. И команда с почерком, команда узнаваемая. Начали хорошо. Отбирали очки. Команда понимает, какой футбол она хочет играть. Но в конце что-то... Вот, знаешь, у нас вот как керосинка. Зюзина пошло тоже что-то не туда. И в итоге 18 матчей, 18 очков. Ну, вот что касается шальных, могу только сказать, что Фортуна когда-то должна свою отдать. И если где-то она сейчас забрала, то, думаю, по весне где-то должна отдать. Ну, опять же, на одну Фортуну, надеяться, все-таки, это... Может, качественное усиление просто необходимо. Там 1-2 человека, мне кажется, определяющих, которые могли бы не только рояль таскать, но и партнерам подсказывать. Потому что вот то, что я вижу в коллективах, у которых сейчас все плохо. Ну, плохо в игровом плане, я не знаю, как у всех остальных, там семейных, там дружественных и так далее. Проблема в том, что они сдаются. То есть вот не пошло у них с самого начала. У шальных нет, но судя по последним результатам, очень много пропущенных мячей на них это вообще не... Вера пропал. Вот ты уверен в собственных силах, да. И вот я об этом тебе и хотел сказать об этом, что 1-2 вот опытных футболиста, реально опытных, которые знают, как выигрывать, которые прошли много, что просто необходимые. Ну, удачи в работе на трансферном. Конечно. Давай дальше. Реальчики. Ну, молод и зелен. Да, как всегда. Да. Будет стабильность, будет стабильный приезд, будут результаты. Если будет как есть, то welcome to first division. Ну, ты знаешь, вот реальчики в том сезоне так же были. На дне, на дне, на дне, на дне, а потом в конце, как всегда. То есть, получается, ребята в критический момент умеют подсобираться. И не всегда у них был приезд, там 1-2 запасных был, но они почему-то даже в ограниченном составе показывали результат. Значит, сейчас пока у них все хорошо. Новый год на кону, там, я не знаю. Как Иван Волков на прошлой передаче нам сказал, у кого-то девочки, у кого-то там клубы, у кого-то чего-то. Ну, вот у реальчиков пока девочки клубы. Как дело запахнет жареным, я думаю, опять подсоберутся, и как тот богатырь из моря выйдут чистыми и красивыми. Желаем тоже удачи реальчиков в следующем году. Конечно. Особенно Илье Познякову лично. Лично. И последняя команда, техносила. Вообще главная загадка. Вроде Алексей Саул у нас здесь был, и все сказал, все показал. Ну, во-первых, 16 матчей сыграно. Потенциально 6 очков еще плюс. Потенциально 6 очков, там, да, это, понимаешь, выиграли их там 21 очко, это результатами не в 10 место. И уже мы там по-другому поговорили о техносилии. Конечно, поэтому сейчас говорить об техносилии, то, что это там аутсайдер. Посмотрим, опять же, трансферное окно. Посмотрим, какие выводы, потому что уже понятно, адаптировались к юго-западной лиге. Плюс не забываем, что в Майк Афейл. Техносила там 100% будет играть. Я думаю, что появятся игроки, которые будут уже в мае играть в техносил на КФЛ. Наигрывать состав будут. Да, да. Поэтому надо смотреть весеннюю часть. Алексей Саул и сам, когда был у нас в передаче, говорил о том, что, в принципе, запас прочности у техносил есть в том плане по приглашению футболистов. Поэтому, я думаю, то, что сейчас происходит в их хозяйстве, его не совсем устраивает. И корректировки от этой команды уж точно ждать стоит. Ну что, на этом мы заканчиваем о высшем дивизионе. И давайте сейчас мы коротко прибежимся по итогам первой части турнира в первом дивизионе. На экранах турнирной таблицы первого дивизиона чемпионат заканчивает первый план турнира на первом месте. 51 очко. Росвоен ипотека отстает всего лишь на 2 балла и 49 очков у команды. Пиоритет трейдер Тим Гувс и Атлас, команды, которые играли в прошлом сезоне во вторых лигах, занимает места с третьего по пятое. 44, 41 и 39 баллов, соответственно, и находятся в зоне плей-офф, так называемого, за выход в высший дивизион. ММФ-2 на шестом месте. И дальше уже идет отрыв. Селеста, Прайд, седьмое и восьмое место, 32 и 30 баллов. Ну, еще, может быть, теоретически, какие-то шансы есть зацепиться у них за зону плей-офф. А вот дальше уже кооператив. Озеро, Карпланш, Вершина. Это команды четкие середняки. Алмаз, Хэнголвер, Тонна, Нибиру, Торпедо, Гагаринский, Химик, Метрологик. Команды, которые будут решать, кто останется в первой лиге, а кто в следующем сезоне во втором дивизионе стартует. Давай по результатам тура пройдемся. В принципе, отметим мы результативную игру трейдер Тингуфса и Хэнголвера. С отсчетом 7-5 трейдер побеждает. Отмечаем мы, конечно же, сенсационную победу Карпланша над чемпионатом. Карпланш у нас вообще грозой авторитетов становится. Обыгран Росвоен ипотека, обыгран чемпионат. Две игры первого круга с чемпионатом. Карпланш вел 2-0 и проиграл 3-2 в добавленное уже время. Очень важный матч внизу трейдерной таблицы Нибиру обыгрывает Тонну. Тонна виновата сама. Начали они этот матч минус 2. И Руслан Кевалин в стартовом составе вышел, соответственно. Ну, тяжело. Минус 2 играя против Нибиру, которые приехали хорошим сбором. И в итоге 4-1 был счет. И 4-3 там на нервах уже все заканчивалось. Но выиграл Нибиру. Тонна, скорее всего, себя должна винить. Конечно, да, там есть Роман Леденев, великолепный нападающий Нибиру, который три мяча в этом забил. Ну, так или иначе. Алмаз проиграл ММФ 2, 5-0, крупно. И ММФ 2 так вот незаметно, незаметно на шестом месте. У нас здорово они смотрятся. Селеста выигрывает у Озера со счетом 2-0. Кооператив очень здорово стартовал, но дальше уже не потянул. На своем месте из года в год. Кооператив как бы он ни назывался. Атлас выигрывает у Метрологика в напряженнейшем матче со счетом 2-1. Приоритет не оставляет шансов Химику 6-2. В принципе, это и ожидалось. И Вершина не приехала на матч с Росвоенной ипотекой. 5-0 техническая победа Росвоенной ипотеки. Давай по командам быстренько пройдемся. Чуть-чуть уделим времени каждому из команд. Какие-то, может быть, команды блоком у нас будут идти. Чемпионат. Первое место. Наверное, справедливо. Все-таки команда с опытом выступления в высшем дивизионе. Команда. Действующий обладатель Кубка. Действующий обладатель Кубка. И появляются новые футболисты. Ведется работа. Перестраивается команда. Но, мне кажется, уже с прицелом под высший дивизион. Мне кажется, выйдут все-таки. Чемпионат смотрится нагло и сильнее. Поэтому вот это поражение Кардбланши, это несчастный случай больше. Ну, и Кардбланш. Кардбланш в последнее время удивляет. Давай попозже. Да. Росвоенной ипотека. 5-0. Мы же говорили техническая победа над вершиной. Команда сильно обновилась в этом сезоне. Омолодилась. Омолодилась. И молодые футболисты дают результат. И, в принципе, по игре, конечно же, чемпионат Росвоенной ипотеки пока что на данном этапе справедливо находится на решении турнирной таблицы. Согласен. В принципе, что еще сказать о Росвоенной ипотеке? Ну, молодцы. Команда два раза тренируется. Команда не платит футболистам деньги. Именно такой принцип формирования коллектива. Но удачно очень не справляется. Тренер ведет отличную работу. Если посмотреть даже по прошлому сезону, Росвоенной ипотека идет, условно говоря, с сопряжением графика. Главное, чтобы они не допустили ошибку, которая была у них в том году, когда они отвалились. И пришлось играть в матчах плывов. То есть, тогда они с зарядом еще цеплялись. По-моему, за 5 туров до конца только борьба за 4 закончилась. Сейчас главное не отпустить по весне под первым матчем. В первых 10 играх набрать максимальное количество очков. В принципе, обезопасить себя на окончании сезона от нервной концовки. Да, потому что там уже и кубки, и майские. Конечно. Там неизвестно и с подъездом, и с травмами. И так далее. Множество факторов. Тем более, Росвоенной ипотеке, мне кажется, очень не хочет плей-офф. Помнят они, чем матч закончился. Имеют горький опыт. Приоритет. Команда вообще обновилась радикально. Взяли футболистов из Борды Мира. И команда в целом, конечно же, радует глаз. Третье место справедливо. 44 балла у них. Приоритет на самом деле. Приоритет. Атлас. У нас сейчас группа будет команд. А трейдер. Вот эти три коллектива, которые подпирают первую двойку, дающую прямой выход. Это, знаешь, вообще неизвестно. Вот вообще неизвестно. Судя по тому, какой футбол сейчас показывают вот эти три коллектива, о которых я сейчас сказал. Не знаю. Уверенно бы я себя не чувствовал наверху. Нет, наверху нет. Мы говорим, что справедливо именно по итогам осенне-зимней части сезона. Все справедливо. Что будет весной и старт, как новый старт. Смотри, приоритет потерял очки там, где не должен был терять. Были у них игры, да? Где они потеряли незапланированные очки. Трейдер завалил начало сезона. Нет, я бы сказал, не начало сезона. Трейдер в середину, скорее всего. Там было несколько ничьих. Это октябрь месяц. Отрезок. Хорошо. Октябрь завалили. Атлас. Также. Сентябрь, октябрь очень нестабильные. Поражения вот эти вот от Витязя на Москву. Там 0,8. Понимаешь, что если тоже. Но это уже ноябрь. Начало ноября. Но это можно отнести к октябрьскому периоду. То есть, сентябрь, ноябрь. В общем, вот это вот поздняя осень. Да. Октябрь, ноябрь. Вот эти вот три команды находятся с третьего по пятое место. Исключительно из-за того, что они, в отличие от первых двух команд, имели продолжительный отрезок, который они завалили. Для потеряли незапланированное количество очков. То есть, в принципе, на этом об этих трех коллективах говорить что-то большее, я думаю, пока не стоит. Надо смотреть по весне. Опять же, будет очень интересно смотреть даже с Росвоен ипотекой вкупе. Потому что в том году они завалили концовку как раз. А вот эти три команды, по идее, вот этот завальный период свой вроде как уже отработали. И по весне, по идее, будут только накатывать. Ну, вот ты как любитель биатлона знаешь это. Когда ты имеешь отрыв, чувствуешь себя уверенно. И потом заваливаешь одну мишень. Не привет и здравствуй, мимо пьедестала, а то и вообще мимо зоны цветов, как ее принято называть, в том же самом биатлоне. Посмотрим. Давай так, приоритет Химик. 6-2, закономерная победа. И дадим слово футболисту приоритета после матча этих команд. Можете назвать лучшего игрока команды по итогам года? В этом сезоне тяжело, так сказать. Потому что у многих игроков хорошая статистика. В этом году мы стараемся все-таки играть в конденсационный футбол, получать удовольствие от этого. Поэтому все ребята выкладываются и кого-то выделить отдельно очень тяжело. Все молодцы. Спасибо. А насколько сильно прогрессирует ваша команда по сравнению с прошлым годом? Прогресс есть. Мы держимся в верхней части таблицы. В прошлом году вышли со второго места. В этом году думали, что где-то будем в середине. Но пока все идет хорошо. Поэтому, несомненно, пока ожидания, так сказать, наши оправдываются. Но это не может не радовать. Ну и, наконец, что вы можете пожелать соперникам и лигой в предстоящем 2020 году? Наверное, первое – это без травм. Потому что все равно бывают моменты, когда здоровье на первом месте, оно всегда на первом месте. Поэтому хочу пожелать удачи и успехов, чтобы команда радовала своих болельщиков и все у них получалось. Спасибо. Трейдер. Все-таки хотелось бы остановиться на них поподробнее. Команда выступает на два фронта. И в целом в Лиге Москвы там все еще поправимо. В чемпионате тоже. Команда недавно одержала очень важную победу над Росвоенопотекой. Взяв убедительный реванш за поражение в первом круге, работает Владимир Гулешин, помогает ему активно Василий Янатовский. И вот с Хэнговером в 7-5 победа. Помним мы, я точно помню матч первого круга между этими командами. И тогда трейдер в добавленное время спасся. В ничью закончилась встреча. С Хэнговером вообще, несмотря на то, что команда внизу турнирной таблицы, неприятно играть. Команда показывает быстрый, как Родион Масюк у нас здесь в студии сказал, агрессивный футбол. Ну вот в этот раз опять же Арутинян там забивает, отдает. Голы 4 глюк передача. Опять сумасшедшая статистика вообще упала в этом сезоне. Он, по-моему, играет даже сильнее, чем во втором дивизионе. Удивительно. Надо и тренеру сборной, мне кажется, и менеджменту сборной обратить внимание на этого игрока. Да, будет советоваться, будет совещание. Посмотрим, что касается, и будет ли сам Павел в составе, там трейдер, все же может быть, не знаю. Но, насколько я знаю, вот кто, кто, Павел, будет точно. Да, команда побеждает 7-5, и даем слово после матча Василию Янатовскому, бывшему игроку Российской футбольной премьер-лиги в составе Тайми, вообще очень хорошему человеку, нашему большому другу. Слово еще раз повторюсь, Василию Янатовскому. Василий, поздравляю с победой. Оцени, пожалуйста, как сыграла твоя команда в 2019 году по 10-балльной шкале. Спасибо за поздравление, но, если по 10-балльной, думаю, где-то 6-6 плюсом, потому что много было хороших игр, начало хорошее, но потом что-то сломалось где-то как-то, и результат немножко проиграли лидерам всем, но думаю, что во втором круге нужно брать реванши, пока ничего не потеряно, но на 6 где-то наиграли. Скажи, пожалуйста, можешь выделить какого-нибудь одного игрока из своей команды, кто был лучшим в этом году? Ну, пока у нас Бавил Арутинян тащит за собой всю команду. Спасибо. И скажи, пожалуйста, чего можешь пожелать Лиге и соперникам с вами в 2020 году? Ну, самое главное здоровье, чтобы все были здоровы и могли играть, удовольствие получать. Соперники и мы с наступающим сегодня. Спасибо большое. И вам тоже. «Атлас» в драматичной встрече побеждает «Метра Лоджик». «Метра Лоджик» активно цепляется за место в первом дивизионе. Знаю я, что селекционный отдел «Метра Лоджика» сейчас поставил перед собой ряд задач. Хотят они обновить коллектив, потому что положение дел не устраивает. Ситуация, на самом деле, критическая. До зоны плей-офф 8 очков. Ну, как бы, зона, чтобы обезопасить себя от вылета 8 очков. Учитывая, что команда за 19 матчей набрала 10 очков, а тут надо 8 отыгрывать. 50% почти. И понимают в самом «Метра Лоджике» эту ситуацию. И вот с «Атласом» пытались они зацепиться, но «Атлас» выиграл. Была нервная напряженная игра. И в концовке только «Атлас». Да, минут за 5 до конца забили они только победный гол. А в принципе… Ну, «Атлас» повел, потом «Метра Лоджик» сравнял. И, в принципе, такая равная игра. Ты знаешь, «Метра Лоджик» очень сильно все-таки зависит от одного человека. Это «Апоку» центральный защитник. «Метра Сумпы» появился. Он появился и совершенно по-другому заиграл «Метра Лоджик». И зато мы знаем теперь причину отсутствия. Причина отсутствия профессионального контракта в Армении, да. Ну, все мы думали, где «Апоку». Думали мы, что появится он в составе команды «Гатагов» в западной премьер-лиге. Так как «Элвис» его друг уже там и играет. Но нет, «Апоку» оказывается был в Армении на профессиональном контракте. Вышел, приехал, сыграл против «Атласа» и чуть-чуть не хватило, чтобы взять важные очки. Ну, в одиночку, в принципе, ему удалось сдержать вот этот такой порыв «Атласа». Я тебе больше скажу, то, что я видел своими глазами. Несколько раз «Атлас» вывалился 3 в 1. Но он умудрялся не только мяч отнять, он еще и начинал атаки сразу. То есть, он в одного против троих даже сражался. И настолько уверен, что дожди удаешь, что человек делает в команде, занимающей последнее место в первом бюджете. Ну, не по его вине они на этом месте. Посмотрим, будет ли в весенней части. Вообще, какие будут трансферные изменения в «Метрологике». Посмотрим, команда старейшая, одна из старейших. С первого года основания ЛФЛ, Юго-Западной лиги, она принимает участие. И я думаю, что... Ну, будет смотреть, как операция спасения будет проходить. Да, два месяца есть. Два месяца есть. ММФ-2. Опять тихо, незаметно. Мы всегда это говорим. Но шестое место есть. Вот сейчас победа над «Алмазом» со счетом 5-0. И команда по-прежнему находится в соискателях за путевку в бою. Ты знаешь, в последних трех матчах ММФ-2 забил 20 мячей. Это на них вообще не похоже, если вот так вот судить. Даже по прошлым годам эта команда обычно нас приучила, как на уровне Селеста. Играем от обороны, там минимум ошибок сзади. И там забить свои 1-2 момента, удерживать счет. Сейчас ММФ-2 представляет собой вообще абсолютно другой коллектив, совершенно с другой стратегией. И то количество мячей, и тот футбол, который они показывают. Вот у меня, как у любителя футбола, просто любителя, вызывает просто восхищение. Сейчас приятно смотреть на эту команду. Потому что уровень футбола, но это на уровне топ-команд, даже не первого дивизиона. Настолько быстро, настолько дисциплинированно, как всегда. Играет ММФ-2. Составит конкуренцию, я уверен, как и в прошлом сезоне. В прошлом сезоне только с случаем. Ну, в одном ударе. Да, вот, случай, случай, случай. В одном ударе от высшей лиги. Да. Давай дадим слово одному из футболистов ММФ-2 после победы. Так, Артем, поздравляю с победой. Спасибо. Хотел задать пару вопросов. Первый. Так, в этом году какие-либо соперники для вашей команды смогли встать разряд принципиальных или же нет? Да, все соперники. Каждая играем очень важна. Каждый соперник принципиален. Настраиваемся играть и выкладываться с каждым соперником. Кого-то выделить сложно. Понял. Можете ли сказать, насколько сильно прогрессирует ваша команда по сравнению с прошлым годом? Ну, я считаю, прогрессирует. Так сказать, более слаженно играем, более дисциплинированно. Ну, прогресс, то есть очевиден. Да, да. Понял. И последний. Что вы можете пожелать соперникам в лиге, предстоящем 2020 году? Ну, конечно, играть в красивый футбол, получать сам удовольствие. Так сказать, после каждого, ну, последнего. Сыгранного власта. Я понял. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Седьмое, восьмое место. Селеста и Прайд. Мне кажется, одним блоком можно смотреть эти команды. Команды, обладающие хорошим подбором футболистов. В каждой команде есть своя яркая звезда. Ну, где тут что-то не хватает? Ну, ты знаешь, Селеста не могла до данного этапа найти свой футбол. То есть, вот от которой нас приучили, мы только что говорили об ММФ, вот у них схожая манера игры. Только Селеста осталась с ним же, со своим футболом, потому что, в принципе, команда не обновилась за лето. Тоже сам состав, что и в прошлом году. И вот пока не искали, пока не искали, ребята первая пятерка вперед убежали. Вот как-то так, наверное, я бы охарактеризовал. По поводу Прайда, несмотря на хороший старт, команда очень эмоциональная, эта эмоциональность не всегда доводит до хорошего. Ну, мало того, что карточки набираем. Карточки набираем. Помимо вот этой последней игры, мы ее опустим даже. В силу определенных причин. Разговаривал с одним из игроков Прайда, и мне сказали о том, что нам нужна пауза, нам нужно понять вообще, что мы хотим, как мы дальше жить будем и так далее. То есть, в принципе, просили много не говорить о них. По поводу игр, я тебе могу сказать, то, что перед этим туром, вот предыдущие две игры перед этим туром были упущены победы на последних секундах. Ну, и там еще разгром Атонна был, когда там Илья Егоров в одиночку разобрался. Да, то есть, затяжная серия. Понятно, что микроклимат сейчас составляет желать лучшего, поэтому про это я хочу сегодня не обсуждать, какие-то итоги не подводить. Нет, но итоги подведем. Команда середняк первого дивизиона с перспективой. С перспективой борьбы заплывал. Да, вот так сделала. Ну, то же самое и про Селесту. Ну, конечно. Только Селеста себя нашла, а Прайд, наоборот, себя потеряла. Сейчас будет искать себя заново. Кооператив Озеро, мне кажется, уже потерял шансы. Кооператив Озеро приучил нас из года в год. Хороший старт или хороший отрезок, красочные игры, вот этот винтажный ретро-футбол, комбинационный забеганиями со всеми историей. Вроде изменили стиль, взяли ветеранов, ну как ветеранов там по возрасту, но не по игре. Да, взяли и вроде стартовали очень хорошо, и цеплялись там за пятерку. И Дима Корабельников сам говорил, что если, если он говорил, мы будем все переезжать, и будем с таким настроем относиться, то в пятерке наше место. Да. Ну, опять те же граммы, Соли по всем. Гладко было на бумаге, но забыли про Овраги. Да. Проблемы остались. Те же самые, которые были. Раз в раз. Итог, девятое место. Да, вниз не упадут, конечно же, но и на верх не вылезут. Нет. Останутся на этом же месте, плюс-минус там 2-3 позиции максимум. Карбланш поддерживает сенсационную победу над чемпионатом со счетом 6-4. Поздравляем Гиглу Чентурию, переживает он очень вообще за всеми результатами, за всем следит, пытается принимать активное участие в жизни лиги. Ну, чаще... По мере возможностей. По мере возможностей. По мере возможностей. Чаще бывает с такой критикой уступают, но прислушиваются потом, почему так и так. Ну, в общем, с ним такой диалог своеобразный. У сгибнули, на самом деле, нормальные отношения, как совсем к Карбланшу. Может, они так не считают, но... Я сугубо их личное мнение дал. У нас к ним всегда открыто. У нас к ним, да, хорошее, отличное отношение. И победа над чемпионатом справедливая, с отсчетом 6-4. Чемпионат, в принципе, состав был хороший. И Виктор Белов, в разговоре со мной, сказал, что, ну, там, вот именно вот эту игру провалили вратарь центральный защитник. Ну, когда 6-4 команды проигрывают, в принципе. Ну, да. Ну, там, понимаешь, там с 0-3 все началось, поэтому... Не, ну, Карбланш... Тяжело отыгрывать. Карбланш крепкая команда, темпераментная. Взрывная, я бы даже сказал. Да, там прекрасный нападающий, если он приезжает в Чикате. Понимаешь, и... Ну, даже... Не смотреть, когда команда приезжает именно играть в футбол, со своим настроем, появляется новый футболист, это неинтересно. Ты знаешь, даже Владимир Егоров, который обслуживал эту матч, сказал о том, что нападающий такого уровня и играет в команде 1-го дивизиона. Да, пытались сборные привлечь, но он не всегда может. Ну, конечно, да. Да, и вообще, если, в принципе, по Карбланшу много в силу определенных обстоятельств я работаю с этой командой, да, и я тебе могу сказать, я каждый раз говорю о том, что это как раз тот коллектив, к которому нельзя не подготавливаться, потому что эти ребята выйдут в пятером и будут землю грызть, газона не останется. И когда у них добор футболистов идет, не знаю, если бы у них все 38 туров или там вот сейчас 36 туров, да, вот были бы оптимальный состав, был бы, мне кажется, они бы были там в пятерке. Ну, могли бы. Могли бы вполне, да. Давай после победы над чемпионатом двойное интервью у нас в истории программы. Да, и один слов о футболисте Карбланшу. Сегодня у нас на интервью игроки команды Карбланш Артур и Владимир. Артур и Владимир, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Расскажите о самом запоминающемся моменте вашей команды в 2019 году. Ну, моментов было очень много. Самый запоминающий, наверное, момент это переломные, когда мы начали двигаться вперед. Потом много было проблем, много было проблем с составом, что-то не получалось. Вот, мы упали, упали ниже 10-й строчки. Ну, и нашли силы. В конце первого круга собрались и потихоньку-потихоньку начали выбираться, как говорится, из этой футбольной ямы. Как видите, сейчас соперники все сложнее и сложнее, но у нас получается их проходить. Следующий вопрос. В этом году какие-либо соперники смогли встать в разряд принципиальных для вашей команды или же нет? Да, думаю, принципиальный соперник для нас был как раз командой чемпионат, с которой только что у нас завершился матч. Предыдущий тур пару месяцев назад мы с ними также бились до последнего, практически до последней минуты. К сожалению, упустили победу, проиграли 3-2. И вот на сегодняшний момент для нас это было принципиально по всем позициям в связи с последней игрой и в связи с тем, что нам нужно подниматься все выше и выше. И данная победа у нас, конечно же, еще на пару строчек выше поднимет. Ну и принципиальная игра с первым местом, как бы это обназначено, всегда принципиально. И последний вопрос на сегодня. Что вы можете пожелать соперникам Лиги в предстоящем 2020 году? Ну, наверное, в первую очередь быть командами, быть настоящими командами, дружить, уважать друг друга. Ну, Лига в свое время делает очень хорошо все, хорошо устраивает, хорошо подготовила турниры, организация, ну и так далее. Нам все нравится. Желаем всем здоровья в первую очередь, чтобы не было травм, ну и, конечно, дружбы. Спасибо большое за ответ и поздравляем вас с блестящей победой. Спасибо. Вершина завершила год не очень удачно. Не приехала команда на матч с Росвоенопотекой, причем как часть футболистов доехала, а часть футболистов нет. В итоге в назначенное время, там еще 10 минут они брали, никто не приехал, из тех, кто обещал, а по регламенту в пятером играть нельзя, поэтому техническое поражение 0-5. По вершине могу сказать, так как, кстати, вот обалмазить сразу. Команды вышли из второго дивизиона, команды показывают крепкий нормальный футбол, задача, понятно, первоначально не вылететь. Вершина позапрошлой на сезоне играла в первой лиге, но тогда они зашли и там шансов остаться практически не было. Нужно было адаптироваться к юго-западной лиге, потому что с юга ребята перешли к нам. И в итоге в прошлом году была решена успешная задача по возвращению в первый дивизион. И сейчас, мне кажется, что алмазу, что вершине нужно сохранить просто это место. Ты знаешь, вот если вот брать вот эти два коллектива, то по последнему могу сказать одно, то, что не только поражение не доест у вершины, они даже интервью неохотно дают. Ну, даже интервью был, я знаю, там был кинут в общий чат вопрос, кто будет отвечать на вопросы корреспондента, и ответ корреспондент не получил даже за четыре дня. Ну, значит, вот так. Вот так. Получилась закрытая команда, но тут мы ничего не можем сделать. Об алмазе это уже сказать не могу. Несмотря, да, на все трудности, там, игровые, там, еще какие-либо. Ребята всегда открыты, ребят всегда на позитиве, и ты знаешь, что-то я не припомню, что алмаз сыграл всемиром. Вот за последние игры. Ну, я помню, с Руслан ипотека они приехали в Восьмером, и Олег Твердов в воротах. Не, ну, все равно был состав, понимаешь, не было такого, чтобы они не доезжали. Хотя, мы с тобой знаем по лету, что, как бы, ну, такой спорный был момент по алмазу, по поводу выступлений в первом дивизионе. То есть, ребята сомневались, что стоит, не стоит, и так далее, и тому подобное. А по факту очень уверенно смотрятся, очень открыты. Я думаю, это у коллектива, так же, как у Вершины, в принципе, будет все хорошо. Хэнговер. Команда с агрессивным футболом, команда на 13-м месте, Утонная, которая на 14-м месте, на игру больше, и так же 18 очков, как у Хэнговера. Но Хэнговер, если вот сейчас бы тренер закончился, остался бы в первом дивизионе, то они бы пришлось переходные матчи с командами из второй лиги играть. Хэнговер, команда, с которой неприятно всем. Но стратакующий футбол. Команда может, агрессивный стратакующий, команда может отобрать очки у любого, но может и проиграть любому. Да, они могут даже 4-0 вести и проиграть. Тогда эмоциональность захватывает их очень сильно, что уже и не о футболе особо думают, поорать, покричать, друг с другом, в том числе. Я сейчас не говорю про судей, нет, это мы уже все обсудили в прошлых передачах, уже говорили им, советы наши, и все. Просто излишняя эмоциональность, но это тоже проблема молодости, то, что много молодых футболистов и чересчур национальных. Ты знаешь, вот это бы все оставить, острый атакующий, агрессивный футбол, дисциплины бы добавить, все будет у ребят хорошо, и не будут они в подвале ковыряться и спорить со всеми вокруг, включая, не знаю, осеннюю листву. Соглашусь, Тонна, вот сразу 14-е место Тонна, 15-е место Нибиру, команды встречались между собой в прошедшем туре, Тонна проиграла Нибиру, а вот победе она там уже был бы отрыв, команда была бы 21 очко, это высшие вершины, но виноваты сами, я уже говорил об этом чуть раньше, что минус 2 приехали, по ходу игры доезжали футболисты, но там проигрывали 0-3, очень тяжело что-либо уже вытаскивать матч, чуть не вытащили, были близки, но не получилось, плюс утоление у каждой из команд произошел в конфликт на ровном месте, ну, посмотрим, в принципе, Тонна по уровню мастерства, конечно же, не команда, которая должна вылетать, если все будут приезжать, если будет нормальный сбор вовремя, то должны подняться, мы в каждую передачу видим, что Тонна должна, 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 и пошел вроде подъем, сейчас чуть-чуть результаты упали, ну, давай вот, опять травмирован Егоров, опять травмирован Егоров, это ладно, но ты знаешь, Тонна нас приучила из года в год, уже там, четвертый или там, пятый сезон, когда они заваливают, всегда заваливают первую половину сезона, и во второй половине они максимальное количество очков набирают, то есть они всегда максимальное количество очков набирают по весне, поэтому говорить что-то более о Тони я не буду, опытный боец, который знает, как себя вести, знает, где добавить, и когда добавить, а то, что сейчас происходит, на этом не стоит зацикливаться и обращать внимание. Давай, пройдемся мы коротко о командах финальной четверки, Нибиру, торпедо Гагаринский, химик, метрологик, метрологик, мы уже сказали, химик, каждую передачу, химики мы говорить не будем, мы каждую передачу обсуждаем и говорим о том, что надо работать, надо собирать команду, и сможет ли это Геннадий Леонидович сделать, не сможет, не знаю, но будем надеяться на лучшее. В первую очередь, Геннадий Леонидович, здоровье, как только он разберется со своими внутренними проблемами, я думаю, он разберется с делами внутри химика, а пока химик без него не особо справляется. Им нужен свой, им нужен их полковник в стопроцентном здравии. Нибиру обыграло тонну, и после этой игры Александр Комараков дал нам интервью, Нибиру обновляется, удачи им в обновлении коллектива. Сегодня у нас на интервью игрок команды Нибиру Александр Комараков. Александр, как вы считаете, по десантиментальной шкале, как вы выступили в 2019 году? Ну, на двойку, даже по десантимальной. У нас просто проблемы были большие с составом. Сначала вроде бы собрали, потом часть людей, которые должны были ездить, играть, не ездили, потом еще отсеялись два ключевых игрока, можно сказать. Вот, пришлось перекраивать команду заново, можно сказать, собираем. сейчас более-менее пока сыгрываемся. На последнем две игры уже есть результат какой-то. Поэтому, в принципе, сегодняшней игрой довольны. И, ну, начинаем быть довольны тем, что начинает получаться уже. Сможете назвать лучшего игрока этого года? Сложно выделить, но, я думаю, Роман Леденев, наш нападающий, заслужил. В принципе, Мельник Роман. Весь костяк, кто ездил, играл постоянно, те лучшие игроки пусть будут. Чего вы можете пожелать соперникам в следующем году? Соперникам удачи, чтобы не было травм, не было проблем с составом, вот, чтобы команды не снимались больше с турнира. И нам того же хочу пожелать. Спасибо большое, поздравляем вас с победой. Спасибо. Желаем успехов. Спасибо. Ну, и последняя команда, о которой мы обсудим, 16 место, Петро Гагаринский. Вот, знаешь, ничего не хочу говорить в плане того, что один, опять же, из старейших клубов не пошла. Вот так они хотели вернуться в первый дивизион. Вернулись. Вернулись, не с первого раза, вернулись, но не пошла в них игра в первой лиге. Буду надеяться, что до весны братец Плаковы поработают над составом. Уже работают, уже приглашены ветераны, опытные футболисты, даже чемпионы в составе некоторых команд. И надеемся, что о Торпедо мы поговорим весной, даже позовем в студию. Ну, Торпедо это интересная команда для Юго-Запада, старейшая команда. Да. Ну, а на этом позвольте с вами попрощаться, поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Этот год был для нашей программы дебютный. Надеюсь, что в следующем году наша программа будет лучше. Мы будем улучшать нашу работу, будем больше работать с корреспондентами на полях, делать что-то интересное. Всегда мы готовы к обратной связи. Подходите, говорите, что вы хотели бы видеть в передаче, мы будем прислушиваться к вашим советам. Сейчас я поздравляю вас с Новым Годом, желаю вам главное здоровья, удачи и успехов на футбольных полях Юго-Западной Лиги. До свидания. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова